ДОНСКОМ ФУТБОЛЕ 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 Сыгрались вот хорошо, уже все, в принципе, наладили связи, вот, думаю, да, уже сыгрались. А по соперникам, если с кем вы встречались, товарищи игры, с кем были у вас? А, ну, самая запоминающаяся была с Краснодаром, с премьер-лигой. Да, вот, я тоже так потихонечку подвожу к этому. Тяжело играть с клубом премьер-лиги? Ну, так, тяжело, но, в принципе, такие же люди, как и мы. Я бы не сказал, что там что-то особенное, я не знаю. Как бы могли мы забить, они просто забили первыми, быстрый гол. Потом в конце мы могли отыграться, ну, там уже скинили, скинили ворот, вытащили защитник. Так что, я думаю, ну, ничего особенного, в принципе, такие же люди. Мой коллега Лев Клинов сейчас находится практически на премьерной тренировке Ростов-Дона, гонболисток Ростов-Дона. Лева, скажи, кто тебе из новеньких девушек понравился больше всего? Роман, больше всего пока что мне понравилась Лотте Григель. Она единственная, кто приехала в нашу команду сейчас и вместе с Ростов-Доном готовится к предстоящему сезону. А все остальные наши новенькие девушки в своих национальных сборных готовятся к Олимпийским играм в Рио. Гонбольную тему мы совсем скоро продолжим, а сейчас давайте переместимся на стадион Олимп-2. Ведь там совсем недавно состоялся первый в истории донского футбола матч Лиги чемпионов. Ростов принимал бельгийский Андерлехт. За три часа до начала исторического противостояния площадь перед стадионом Олимп-2 стала окрашиваться в желто-синие цвета. Счастливчики, которым удалось достать билет, приехали пораньше и терпеливо ждали разрешения на проход. Все болельщики в едином порыве уверены – наша команда победит. Мы верим в победу, мы надеемся, мы уверены, что мы должны пройти Андерлехт, должны пройти их и будем стараться на, мало ли там кто, Рома, Манчестер-Сити, будем бороться. Мы не хуже «Зенита» и «ЦСКА», мы точно знаем это. Но начало матча обескуражило даже самого отъявленного оптимиста. Первый же угловой оказывается результативным для Андерлехта. Софьян Хани посылает мяч точно в ближний угол. Первый, по-моему, с блоком. Безусловно, наша ошибка, но надо отдохнуть, хорошо исполнить угловой Андерлехта. Ростов тут же придавливает соперника к его воротам. Темная лошадка и для ростовских болельщиков, и для Андерлехта. Иранец Саид Эсзаталахи после штрафного в исполнении набоа забивает первый ростовский мяч в Лиге чемпионов. 1-1 в 15-й минуте. Мы не разобрались, наверное, при стандарте. Получили, пропустили гол на первых же минутах. Но хорошо, что мы не расклеились и забили ответный гол достаточно быстро. И я считаю, мы еще забивали. Отыгравшись, ростов отдал инициативу, и до перерыва цифры на табло не изменились. В начале второго Андерлехт создает несколько опасных моментов. И юное дарование брюссельцев Юрия Тилиманс ювелирным ударом вновь выводит гостей вперед. Мы старались играть в быстрый футбол с первых минут. Установки играть на оборону не было. Я доволен, что наши футболисты показали такой результат. Этого мы будем придерживаться и в ответном матче. Как и до перерыва, Ростову потребовался гол соперника, чтобы начать давить. Курбан Бердыев меняет Бухарова на Азмуна. Иранец первым касанием мяча заставляет нервничать бельгийскую защиту. Не без его участия хозяева зарабатывают пенальти. И Полос хладнокровен. 2-2. Я думаю, что, безусловно, некоторые преимущества есть у Андерлехта. Но ничего невозможного нет. Мы с оптимизмом ездим в Бельгий. Ростов прессинговал до конца, но победу так и не вырвал. Исход двухматчевого противостояния решится 3 августа в Брюсселе. А теперь давайте вернемся в спорткомплекс «Олимп», где наша гандбольная команда готовится к предстоящему сезону и пока в усеченном составе тренируется. Итак, давайте познакомимся с новенькой, с разыгрывающим игроком Лотте Григель. Поначалу мне было немного тяжело влиться в этот тренировочный ритм, но сейчас я уже привыкла и получаю удовольствие от рабочего процесса. Здесь все девочки потрясающие, доброжелательные, приняли меня здорово, я счастлива. К сожалению, моя команда сборная Дании не квалифицировалась на Олимпийские игры, поэтому теперь я болею за Россию. У меня есть три сборные, которым я отдаю приоритет, но это я оставлю в тайне. Спортсменок основной обоймы Ростов-Дона пока пятеро. Александра Степанова, Виктория Борщенко, Елена Слевинская, Регина Шемкуты и Юлия Моногарова. Очень хорошо, что мы сейчас здесь работаем тоже физически и тактически. И девчонки будут иметь огромный колоссальный опыт игровой. То есть никто ничего в принципе не потеряет, только нужно будет почистить, вспомнить наше взаимодействие и все будет замечательно. Также к сбору главной команды привлечены девушки из молодежки. Ольга Башкирова, Юлия Макарова, Альбина Мурзалиева, Кристина Сорокина и Ксения Шармакова. Игроки из дубля будут присутствовать на тренировках, но насчет самой игры я сказать не могу, будет ли у них там пространство для игры. Но мы посмотрим, потому что у нас в основном сильная команда, мы будем смотреть. Из Кубани вернулись и Екатерина Артамонова, и Мария Басараб. Есть уверенность, есть желание, это самое главное. Использовать, наверное, свои возможности, свои шансы, которые мне дадут. И дальше будет, видно, приложить максимум усилий. И все будет нормально. Сегодня только второй день тренировочный. Но я думаю, что на этой неделе будут разговоры, и мы обсудим дальнейшее наше положение. Что он от нас хочет закрепить здесь, или может быть еще что-то другое. Как бы услышим его пожелания и требования, будут разговоры, дальше все будет видно. В ближайшее время, уже через несколько дней, присоединятся к команде Ксения Макеева, Ольга Черноиваненко и Наталья Никитина. 9 августа ростовчанки отправятся на турнир в Словахию, затем проведут недельку в Краснодаре, а соберутся вместе уже 23 августа и будут плодотворно готовиться и к Суперкубку, к чемпионату страны и, конечно же, к Лиге чемпионов. А у меня на этом все. Роман, слово вам. Лева, спасибо тебе огромное, дорогие друзья. Мы продолжаем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители футбольного клуба СКА. Это вратарь Ростислав Солдатенко и центральный полузащитник Фархад Гестаров. Ребят, первая игра, первая игра на Кубок России. Была первая победа. Вас поздравляем. Почему же так вот такой напряженный получилось? Ну, первая официальная игра сезона в связях складывается как-то, ну, не очень хорошо. Потому что после сборов, после перерыва такого долгого, забываешь потихоньку вот эти официальные игры, этот накал, вот эти страсти. И поэтому так получилось. Ну, главное, что выиграли, я думаю. Ну, Динамо с Таврополь тоже, говорят, обновленные команды в межсезонье вообще. Как по прошлому сезону сравнивать? Сильно отличаются? Ну, так вот все. Там многие футболисты раньше играли в этом клубе, ну, кто-то куда-то уходил и опять вернулись в Таврополь. Ну, больше своих, как бы, они, свои игру футболистов. Фархад, давай вспомним твой гол. Как твои эмоции опиши нам? Потому что трибуны ты взорвал в этот момент. Ну, получилось так. Оказалось, нужно место, нужно момент. Ну, там, вроде, насколько я помню, три подряд угловых или два, или три подряд угловых. Три. Три. И как вот у тебя тут? Почувствовал ты это все? Качество. Ростислав, теперь будем тебя мучить. Пенальти. Для вратаря что значит пенальти послематчевая? Послематчевая? Ну, да, в принципе, как. Если отбил ты герой, если не отбил, ничего страшного, все-таки расстрел один из метров. Ну, вратарям всегда легче на серии, потому что, ну, ничего на тебя не давит. Просто вот бьющим намного сложнее. Вот. Ну, это просто, ну, как угадал, как бы, ну, увидел, могу сказать. Вот, и получилось отбить. А вот интересно, да, о чем думает вратарь? Вот прям вот он видит перед собой бьющего. Вот какие мысли в голове у вратаря? Ну, не знаю, я пытаюсь психологически сломать соперника. Говорю ему, куда я буду прыгать. Вот. Ну, как бы, в воротах делаю все, и движения разные. Ну, чтобы сбить его с толку. Вот. И, как бы, в большинстве случаев они все равно забивают, да, но все-таки. Но получается иногда и отбивать. Ребят, давайте послушаем, что же сказали наставники команд на послематчевой пресс-конференции. Нам надо было сравнивать счеты, и, естественно, мы пошли большими силами вперед. Да, и создали, не забили. Благо, хорошо, на последних секундах забили. Считаю, полностью полчаса дополнительного времени мы переигрывали. Могли, были моменты, могли забивать. Два один в один не забили. Ну, это футбол. Нам до этого тоже не забили. Вот. И лотерея, скажу так, сегодня могла победить любая из команд. Любая. Могли победить мы, могли победить соперники. Вот. Естественно, лотереи хорошо сыграли в серии пенальти. Вот. Ну, видно, это лотерея, и нам удача улыбнулась. В общем-то, как-то так. СКА знаем, знаем ребят, которые играют. С кем-то я работал, да, там, тренировал, можно так сказать. Но команда была не новая, мы представляли, как играет СКА. А то, что ребятам сказать, это уже игра пошла, азарт. Тем более, я думаю, что это такие игры болельщикам должны нравиться. И они, наверное, понравились. Когда команда вперед идет и назад бежит, все делают на ходу, стараются. Ну, это просто что-то 120 минут. Первая игра чемпионата, можно сказать, кубковая. И через 4 дня еще одна игра. Вот теперь постараемся, чтобы ребята наши восстановились. Дорогие друзья, мы продолжаем. Ростислав, ты еще сам бил пенальти. Вообще, как часто на твоей памяти, вот, ты сам когда бил профессиональных матчей в пенальти? Был у тебя? Профессиональных, но... Ну, на тренировке-то понятно, вы все били. Правда, что по юношам только 3-4 пенальти пробил, ну, все забил. Ну, я был уверен, если честно, что я забью его. Знаю, как вратари качают. Просто смотрю на вратаря, вижу, куда он уходит заранее, бью в другой обувь и все. То есть это проще, да, вратарю, вратаря, вратарю когда бьет, да? Да. А как вы по глазам смотрите там? Ну, не знаю, каждый остается с тем, я не хочу спасти, как раз, когда. То есть хорошо у тебя было. Ребят, впереди у вас стартует чемпионат. Динамо, Легион, Махачкала, клуб новый для вас. А что знаете об этой команде вообще, как будете настраиваться? Да, знаю просто, что там все местные ребята. Вот, то, что они бойцы, все бьются. Только вот это знаю. Но так нам нужны очки, мы будем постоянно играть на победу. Вот, больше об этой команде ничего не могу сказать. Два новых клуба у вас появилось в этом сезоне вообще. Вот, когда появляются новые соперники, тяжелее или легче? Ну, плюс разъезды, конечно, я считаю. Там Сочи у вас появилось и вот как раз Махачкала. А Чайка, Чайка Пистянокопская, да, мы еще о ней сейчас поговорим. Тяжелее по разъездам будет, Ром? Тут даже не знаю. Наоборот, интереснее будет чемпионат. Чем больше команд, тем лучше. Впереди Чайка вообще. Как будете настраиваться, как донской дерби, это можно сказать? Да, обычная команда вроде нет. Не знаю, мы еще не видели ее. Ну, не знаю, для меня это обычная команда. Как и все остальные, только там 15 команд. Мы будем так же настраиваться, как и на все остальные. Впереди сезон у вас заявка, президент клуба сказал, у вас пятерку сильнейших. Как думаете, по силам вам в этом сезоне? По силам, да. Пятерку, как и пятерки, казаться. Я думаю, там мы там и будем. Вообще хочется, конечно, первое место занять. Но там уже присмотрят. Да, кубковая борьба у вас известна по сопернику в следующей команде. Да, он вроде биолог будет соперником. Что можете сказать о биологе? Вы не первый раз встречались, знаете команду? Да, хорошая команда, закрытая, неприятная команда. Почему? Ну, не знаю. Хорошо играет в футбол. Знает, тренер хороший у них. Знает противодействие, по-моему, любой тактике. Но мне кажется, Михаил Денис по тактике его все-таки выиграет. И мы тоже победим их. Вы ведь, я знаю, в межсезоне вроде встречались с биологом, если не ошибаюсь. Вообще, какой у них изменилась сильная команда по сравнению с прошлым сезоном? Нет, она только усилилась. Насколько я видел по игре. Ну, как была хорошая команда, такое осталось. Некоторые точечные усиления были, я там некоторые знаю парней. И вот, ну, очень добротная команда. Ребят, впереди у вас серьезный матч, впереди у вас серьезный чемпионат. Спасибо, что нашли время прийти к нам в гости. Давайте победы вам в каждом матче. Большое спасибо вам. Дорогие друзья, а на сегодня это все. Это была программа «Спорт на Дону». Увидимся ровно через неделю. Пока-пока.